Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Очередная рабочая неделя подошла к концу и время подвести итоги. Смотрите в выпуске. С 24 по 30 мая пройдет предварительное голосование. В преддверии масштабного мероприятия губернатор региона Николай Любимов встретился с участниками «Праймерис». Финальный этап «Авиадартс-2021» стартовал в небе над Рязани. О программе конкурса расскажет Максим Васильев. В районе лесопарка кипит работа. Здесь появится канализационный коллектор на два района города. О ходе стройки Олеся Котровская. Разумеется, не все станут победителями, но все участники будут замечены, и у них обязательно появится возможность реализовать свои способности. Мы обязательно будем учитывать, что есть люди с большим потенциалом и желанием работать в интересах жителей региона. Сказал губернатор Николай Любимов на встрече с участниками и членами регионального оргкомитета предварительного голосования партии «Единая Россия», которое состоялось 20 мая в библиотеке имени Горького. Предварительное голосование партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы стартует 24 мая. Оно пройдет по максимально открытой модели в онлайн-формате с верификацией пользователей на госуслугах и завершится 30 мая. По словам Николая Любимова, участниками праймери стали как члены «Единой России», так и беспартийные. Мы уже не первый год проводим предварительное голосование и, собственно, это соответствует тем задачам, которые ставит перед нами наш президент Владимир Владимирович Путин. Он как раз и говорит о том, что максимально надо стараться проявить себя, давать дорогу тем активным людям, профессионалам своего дела, людям, которые хотят служить обществу, в том числе и, наверное, это одна из наивысших форм служения в высшем законодательном органе нашей страны. Участники встречи рассказали о причинах, которые побудили их участвовать в праймерис. Это прежде всего процесс общения с избирателями и возможность изнутри узнать о действительно существующих проблемах общества. Праймерис – это проба сил, причем, как я сам не скажу, это в самой сложной обстановке, а в обстановке, приближенной к боевым. Праймерис можно рассматривать в том числе и как экспертную площадку. На этой экспертной площадке можно собирать те данные, которые влядут потом в программу. В рамках мероприятия Сергей Владимирович Филимонов озвучил цифры итогов подготовки к предварительному голосованию. На территории Рязанской области было зарегистрировано 27 кандидатов. По Рязанскому одномандатному избирательному округу номер 156 – 17 человек. По Скопинскому одномандатному избирательному округу номер 157 – 10 кандидатов. Как подчеркнул Николай Любимов, победят не все, но праймерис могут стать социальным лифтом для активных людей, реально заинтересованных в участии в общественной жизни. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани стартовал финальный этап всеармейского конкурса «Авиадартс-2021». В небо над аэродромом Дягилева взмоют 50 лучших авиационных экипажей страны. Одна из главных особенностей – кадровая. Конкуренцию бывалым летчикам составят молодые выпускники и отличники летных училищ. В конкурсной программе также будут изменения. Какие, знает Максим Васильев. «Авиадартс-2021» стартует под ритм марша Преображенского полка, пусть и пехотного, но зато доблестного и гвардейского. Именно этих эпитетов заслуживают сегодня и Воздушно-космические силы России. Флагман вооружений страны, по словам начальника управления, боевой подготовки ВКС Павла Молчанова. «Воздушно-космические силы сегодня – это самый мощный вид вооруженных сил Российской Федерации, на вооружении которого находятся современные образцы вооружения и военной техники, не имеющие мировых аналогов». Визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, а у истребителей еще и воздушный бой, финальный этап – стрельба из авиапушек и сбрасывание бомб на точность. Впрочем, появится и кое-что новое. Скрестят винты и пилоты вертолетов в особом конкурсе. «К вертолету будет прицеплен ковш, будет выполнен забор воды, выход на цель, которая изображать будет пожар, и сброс воды на эту цель. На данном этапе место боевого применения, потому что для вертолетов Ми-8 пожаротушение гораздо ближе по духу, чем боевое применение по наземным целям». Самая высокая конкуренция у штурмовиков. Здесь выступят экипажи всех военных округов России. Отдельная номинация и у военно-транспортных самолетов. Константин Третьяков из Твери на авиадарце впервые, но внешне абсолютно спокоен и готов проявить себя. «Ну, это один из сложных этапов и упражнений, которые выполняются в военно-транспортной авиации, десантирование, платформ, а также личного состава и техники. Мы непосредственно перед участием выполняли подготовку к данным полетам. На плановых полетах летали данные упражнения, чтобы подойти к достойному уровню подготовки». 25 и 26 мая – самые насыщенные событиями дни. На них придется основная конкурсная программа. Так что, если услышите рев двигателей в небе и отзвуки канонады, не пугайтесь. Это просто лучшие пилоты России бомбят полигон в Дубровичах по давней и теплой традиции. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В районе Рязанского лесопарка продолжается строительство канализационного коллектора. Он обеспечит транспортировку стоков по нижней зоне водоотведения от Московского и Советского районов. Недавнее телеинспекционное исследование, проведенное водоканалом в лесопарке, показало разрушение верхних сводов железбетонных труб. Этот процесс связан с образованием газовой коррозии, из-за которой часто происходит обрушение. Поэтому еще в апреле здесь начались работы. В районе лесопарка проводятся работы по замене аварийного участка канализационного коллектора диаметром 1600 мм из железобетонных труб. Этот участок перекладывается заново с использованием новых труб на полимерной основе, которые в свою очередь уже более долговечны, срок службы которых не менее 50 лет. На сегодняшний день сами трубы уже проложены. Сейчас монтируется последняя камера, в которой будет выполнено переключение старого коллектора на новый. По окончанию работы этот участок приведут в порядок. По данному коллектору у нас транспортируются стоки с Московского и Советского районов в объеме около 30 тысяч метров кубических в сутки. Данные работы, если можете посмотреть, они проводятся от проезда речников до центрального входа в лесопарк. На протяжении участка монтируются железобетонные камеры. Они предназначены для обслуживания и переключения существующего коллектора. Все камеры обрабатываются специальной химической защитой. Планируется, что работы в лесопарке будут завершены в июне. На сегодняшний день проводятся работы по замене аварийных участков коллекторов напорных в районе Агропрома. Планируется замена самотечных коллекторов от улицы Мервинской до 3 КНС в районе торгового дома Барс на Московском шоссе. Планируется замена участков по проезду Шабулина. Ну и ряд других, которые будут выявляться в ходе телеринспекционного обследования и определения приоритетности проведения работы. Кроме этого, в планах водоканала строительство западного коллектора, который пройдет через Конищево, Семчино и Недостоево. Олеся Котровская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В библиотеке имени Горького состоялся показ спектакля «Тени войны». Уникален он тем, что его создали силами детской инклюзивной театральной мастерской «Твой выход». На спектакль побывал Валерий Седов. Движение, обстрел поезда, танковые сражения, эпизоды Великой Отечественной войны развернулись на небольшой сцене Горьковского зала библиотеки. Юноши и девушки не профессиональные актеры. Они участники детской инклюзивной театральной мастерской «Твой выход». Целью этого проекта было познакомить детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, с театральным искусством, с искусством театра «Кокол». Развитие их творческие способности, показать, что каждый ребенок уникален и одарен. В спектакле совместили театр теней и игру живых актеров. А так как премьеру ожидали в мае, то и посвятили войне. Так он и называется «Тени войны» и основан на реальных письмах и воспоминаниях участников тех событий. Когда мы были на войне, так каждый думал о своей любимой или жене. Так каждый думал о своей любимой или о жене. Режиссерами выступили актеры театра «Кукол». Ребята обучали азам актерского мастерства, ставили сценическую речь. Вместе с актерами работала команда из психолога и логопеда. Где-то надо было уговаривать, где-то нужно было мне, как педагогу, быть с ними честной. Честной общаться на их языке. И тогда появляется какое-то доверие между педагогом и учеником. И видно, что после первого показа, который был в школе, им хотелось выйти. Это было видно, и они где-то в каких-то мелочах, я увидела себя, начали проявлять. Это, конечно, радует. Стоит упомянуть, что проект «Твой выход» стал победителем конкурсов фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Он объединил детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, желающих заниматься кукольным театром. Ребята вместе с наставниками в ходе реализации проекта подготовили три спектакля. «Бобыль», «Мы пираты» и «Тени войны». И в эти, хоть и небольшие постановки, ребята получили свою минуту славы. И, возможно, получат еще не раз. С начала весны по всему городу прошли многочисленные субботники, в рамках которых простые рязанцы, представители организаций, предприятий и бизнеса, приводили в порядок улицы и места общественного пользования. Поддерживать порядок и благоустраивать городские пространства в остальное время – задачи, которые преследуют не только администрации и городские службы. Ответственность за близлежащие территории лежит на так называемых хозяйствующих субъектах. Это магазины, частные клиники и другие организации. Подходят к этой задаче, надо сказать, все по-разному. Улица Пугачева – район, известный как поселок Шлаковый, и, к сожалению, не отличается опрятностью и чистотой. Мусор возле магазинов, на обочинах дорог, развороченные парковки – все это выглядит, будто мы находимся вовсе не в современном крупном городе. Между тем, благоустройство и чистота городского пространства, особенно в спальных районах – комплексная задача, которая требует консолидации усилий власти, жителей и организаций. Порядок на дворовых территориях и площадках перед торговыми центрами, магазинами, кафе – задачи управляющих компаний в первом случае и хозяев заведений во втором. В рамках поручения губернатора Рязанской области, главы администрации города Рязани и возложенных полномочий на работников муниципального казенного учреждения управления по делам территории города Рязани проводим комплекс мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории города. Эти мероприятия у нас складываются из разных контрольных мероприятий в плане контроля за соблюдением правил благоустройства этой прилегающей территории. Кроме того, префекты проводят работу по привлечению организации к добровольному участию в благоустройстве города. Например, крупный торговый центр на Московском шоссе ответственно подходит к своей роли в жизни общества. Здесь высажен газон и саженцы деревьев вдоль дорог. Еще один прекрасный уголок появился благодаря медицинскому центру, чье руководство решило не оставаться в стороне от проблем города. Мы стараемся активно участвовать в жизни нашего родного города Рязань. И для нас важно, чтобы прилегающая территория, территория, прилегающая к нашей клинике, была благоустроена. Поэтому мы постарались сделать красивый, уютный мини-сквер на радость всем рязанцам. Такое взаимодействие бизнеса и города, как мы видим, дает прекрасные плоды. Мы с вами находимся на одном из старейших перекрестков города Рязани, перекрестков улиц Дзержинского и Гагарина. Все вы знаете, что здесь уже много лет существует так называемый в народе торговый центр «Десяточка». Сегодня здесь разбит небольшой сквер. Вообще, нам он очень нравится. Очень приятно, что предприниматели по собственной инициативе, без какого-то давления, без какого-то приказа, решили благоустроить территорию, которая прилегает к данному медицинскому центру. Еще один сквер появился в городе благодаря стараниям организации. В данном случае высажено около сотни хвойных деревьев. И спустя несколько лет здесь будет небольшой сосновый бор. Территория, которая прилегает к нашему бизнес-центру «Капиталатрон», ООО «Кардинал» ежедневно проводит работу по благоустройству, по очистке территории. Мы высадили деревья. Сегодня, в этом году, можно видеть, как они дали у нас плоды, появились почки. Все деревья прижились, что очень радует наших арендаторов. Пример того, как бизнес сотрудничает с городом и благоустраивает пространство общего пользования – всем известная улица Мюнстерская или Лыбецкий бульвар. Гостиничный, ресторанный комплекс, известный как Старый город, уже много лет поддерживает территорию вокруг себя в прекрасном виде. По инициативе главы администрации города Рязани, Сорокина Елена Борисовна, мы обратились ко всем, ну не ко всем, то есть к большинству руководителей организации, с тем, чтобы они приняли участие в благоустройстве своей и прилегающей территории, ну в том числе и к руководству ООО «Старый город». ООО «Старый город» с удовольствием открытся на нашу просьбу. Они, вот мы видим здесь, что они высадили кустарник совсем недавно. Значит, сегодня-завтра запланирована раскатка рулонного газона. Потом с противоположной стороны, вот где вот аттракционы, они обустроили пешеходную дорожку. Казалось бы, обычное дело – облагородить территорию рядом с собой. Но, к сожалению, на практике многие организации, да и простые горожане, они сами относятся к своему городу вовсе не бережно. Примеров прекрасного сотрудничества и взаимодействия все больше. Люди проявляют инициативу, бизнесмены стараются сделать территорию возле своих организаций чище и приятнее. Ведь только вместе мы сможем сделать город лучше. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рыбновский мусорный полигон у села Зеленино вновь в центре внимания. Районная прокуратура со второй попытки все же провела проверку с замерами грунта и радиоактивного фона. Вместе с гражданскими активистами из близлежащих сел. Максим Васильев продолжит. У мусорного полигона возле села Зеленино воздух раскален даже в тени. Местные активисты на встрече с руководством свалки градус общения повышает практически каждую минуту. И пошел он служить не хочет. Я вам надо рецидировать отсюда, чтобы совсем не было решения взорваться. Впрочем, взорваться эта свалка может и сама по себе, если там прямо сейчас начать раскопки и забор грунта. По крайней мере, в этом общественность пытались убедить и хозяева полигона, и местные депутаты. С появлением районного прокурора риторика изменилась. Своей решительностью Илья Максимов все сомнения в безопасности проверки развеял сразу. Была принята мной инициативная группа граждан местных населения, которая также обратилась к нам с жалобой по вопросу утилизации здесь мусора с московского региона. На данный момент мы будем проверять непосредственно соблюдение требований законодательства, как брать образцы, проверять имеются ли здесь захоронения радиоактивных отходов. Ну и параллельно посмотрим на организацию захоронения. Понятно, что о проверке руководство полигона проинформировали заранее. Понятно, что если что-то и было, уже давным-давно закопано. Бульдозеры крутятся здесь уже явно не первый день. Но даже с учетом этого свою решительность активисты не растеряли. Почему на Рыбновский полигон твердых бытовых отходов, который открывался исключительно для Рыбновского района, день и ночь везут мусор из Москвы, мусоровозы с прицепами, день и ночь везут? Полигон ТБО, это конкретно берется, выкапывается ров, туда складируются отходы, потом засыпается все это землей. Я не думаю, что вот эта вот свалка и вот эти вот кучи мусорные, которые уже, я не знаю, высотой со скольких этажный дом, что это похоже немножко на какой-то ров и что его сравняли с землей. Все обвинения общественников руководства полигона категорически отрицают. Московского мусора здесь, мол, нет, только областной, рязанский. И никакого складирования пищевых отходов здесь тоже нет. Да и радиацией не пахнет. Мы принимаем мусор немножко с Касимовского района, немножко с Захаровского района. Никакой Москвы у нас, ничего у нас такого здесь нет. То есть московского мусора у нас нет? Нет, нет, нет. У нас только с Рязанской области. Мы здесь работаем 10 лет. Я думаю, что если бы мы захоранивали что-нибудь радиоактивное, мы бы уже давно тут все бы сами передохли бы. Я, конечно, могу постоять пока вот здесь погрешно? Нет, нет. Замер, еще замер. При всей важности момента, что означают эти цифры, никто толком не понимает, много это или мало. Ну, вроде как в пределах нормы. Опытным взглядом прокурор определяет по фрагментам класс опасности. Пятый. И тоже вроде как все законно. Да и запаха пищевых отходов не чувствуется. В этом месте. Зато вот здесь от чаек не спасает даже звуковая ловушка. Ну, в самом деле, вряд ли пернатые стаи будут грызть, например, целлофан. А я напомню, пищевые отходы здесь запрещено размещать еще с 12-го года. Людей, конечно, обмануть можно. Птиц вряд ли. Впрочем, результаты проб – это единственное, что можно противопоставить различным слухам и деревенским легендам. А их обещают обнародовать в самое ближайшее время. Максим Васильев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Прекрасная пора весна, когда на улицу приходит тепло, а на деревьях распускается зелень. Так и хочется выйти из душного офиса и прогуляться по парковым аллеям. Такого желания нет только у трудоголиков-аллергиков. Для них весна – новый сезон аллергии. Сухой кашель, слезы из глаз и выделение из носа. Возможные удушки. В таком описании себя легко узнают аллергики. Для них весна запоминается прежде всего тем, что это сезон пыления, когда все вокруг цветет и пыльца разлетается по воздуху. Нельзя выходить на улицу в период активного пыления. Наиболее высокой концентрации пыльцы в воздухе – это ранние утренние часы. Это, как правило, сухая безветренная погода. У аллергии нет возраста, продолжила Ирина Григорьева. Да, есть те, кто рождаются с предрасположенностью к аллергии. Но проявиться она может в любом возрасте. Есть и другая аллергия – перекрестная. Возникает она, когда организм аллергика принимает белок одного вещества за белок другого. И начинается реакция. Из-за сходства с самих растений схожи их белки. Так, например, если у человека аллергия на пыльцу полыни, то может быть такая же реакция на яблоки или болгарский перец. При аллергии на пыльцу растений, на пыльцу деревьев, люди не должны употреблять в пищу такие продукты, как морковь, сельдерей, орехи, косточковые, как в сыром виде, так и в виде соков. Есть в широком доступе, в том числе и в интернете. Есть специальные таблицы, громадное количество, в которых указаны конкретные варианты перекрестной аллергии, и пациенты, безусловно, должны с ними быть ознакомлены. Есть специальный сайт allergotop.com, где можно посмотреть актуальную информацию о периоде цветения растений. Врачи также напомнили, что при возникновении аллергической реакции следует обратиться к специалисту. Он пропишет необходимую схему лечения, которой и стоит придерживаться. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Колокольный звон считается чудотворным, потому что оказывает во многом до конца необъяснимая наука и влияние на все живое. Звук, издаваемый колоколом, вызывает у человека ощущения, которые необычны и несоизмеримы ни с чем, к чему мы привыкли. Не случайно колокол называют звонкой иконой и молитвой в бронзе. Вознесенский храм – один из древнейших в городе. Первоначальное основание Вознесенской церкви относится к 1550 году. Из окладных книг известно, что в 1765 году прихожане этой церкви обращаются с просьбой о постройке каменного храма на месте деревянного. И спустя 30 лет появляется новый каменный храм. Позже главный престол становится Вознесенским. Белокаменный. Он расположен таким образом, что вид на него открывается со всех сторон города, с каждой улицы, ведущей к нему. И во все стороны льется перезвон с его колокольни. Вот эти у нас три зазвонных маленьких колокольчика, они связаны друг с дружкой и берутся в правую руку, в один пучок. Они имеют самые высокие голоса и звонят ими самыми мелкими длительностями и украшают звон. И еще существуют вот такие вот большие колокола, они еще называются благовестами. У нас вот один только, он управляется вот этой педалью. И в монастырях, и на больших колокольнях там, конечно, бывает по несколько благовестов. Но у нас вот только один, слава Богу. И еще вот есть, существует между зазвонными и благостями, есть такие вот средние колокола, они называются подзвонные. У нас их три. Сейчас матушке Галине 60 лет. Звонарем она служит чуть больше года, хотя мечту научиться этому искусству лелеяла давно. Ну я, конечно, волновалась, что у меня ничего не получится, потому что я ведь только год назад отучилась, можно сказать. Вот, и, ну, первый раз поднялась на колокольню и полюбила колокола. И очень мне понравилось звонить, и мне очень захотелось, очень-очень захотелось научиться. Ну вот так вот я стала звонить. По рассказам матушки сначала ничего не получалось, но ее учитель Сергей Николаевич Авилкин подбадривал, помогал и по окончании обучения подарил икону, которую матушка теперь бережно держит в руках. Рассказывая легенду о том, откуда появились колокола и традиции призывать людей к молитве звоном. Существует предание, что святитель Паулин, изображенный на иконе, возвращался от паствы и был огорчен, что паства маловерующая, равнодушная, больше верит всяким суевериям. Он помолился Богу с просьбой спасти людей от равнодушия и уснул. Он как с неба увидел, как будто бы с неба сошли ангелы. И они взялись за стебельки цветочков и стали их раскачивать. Вот эти цветочки мы сейчас назовем колокольчиками. И он стал их раскачивать и услышал удивительный звук, такой, который он никогда не слышал. И как проснувшись, он скорее поехал домой, а у него сосед был медианик, отливал там разные для нужд вещи. И он ему сказал подобие такого цветочка отлить. И когда цветочек был готов, он взял в одну руку цветочек, этот большего размера, который он видел во сне, и ударил по нему. И услышал тот самый звук, который он слышал во сне. Матушка Галина – начинающий звонарь. Музыкальные перезвоны, а для каждого случая они свои, она изучает, и все ей в радость. На вопросы, тяжело ли это физически и не страшно ли находиться на такой высоте, отвечают, что радость призывать людей к молитве гораздо сильнее и сдержит. На Руси колокола отмеряли ход времени, били тревогу, предупреждали о приближении неприятеля, созывали воинов, встречали победителей, приветствовали знатных гостей. Звук вечевого колокола созывал народные собрания. Сегодня же колокольный звон даже людей, далеких от религии, останавливает на мгновение и заставляет задуматься о чем-то незримом, неуловимом, о чем-то тянущемся из глубины веков. На этом у меня все новости. Больше смотрите на сайте телекомпании и в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин